Друзья, второй сезон открыт, 10 тысяч долларов призовой фонд, открыт уникальный дивизион матчмейкинга, где вы можете поиграть с друзьями. Все к нам на самую профессиональную лигу в СНГ. Откуда? Вот я тебя увидел в кофте Na'Vi, да? Как вообще? Откуда ты узнал эту команду? Как ты топишь за нас? Вообще, что-то расскажи про это. Смотри, все очень просто. Год назад где-то общался с Федей Смоловым на каком-то мероприятии, и он мне говорит, давай поиграем в КС. Ну как-то зашел разговор про киберспорт. Я интересовался всегда, смотрел, знал, думаю, ну куда мне уже играть в КС, блин? Ну в детстве я играл. Он говорит, да ты что, там вообще все поменялось, интересно стало, картинка, круто. Я говорю, ну давай. И я начал потихоньку там сетап сделал, начал играть, вспоминать, поиграл с ним, поиграл там с другими ребятами, заходил на Твич смотреть, смотрел, как люди играют, да, другие. И интересовался разными командами, смотрел, какие СНГшные, какие более российские. Ну конечно, понятно, значит, короче, это понимание. Не было предпочтений никакого, пока в один день, я не помню, под какой фоткой ты мне написал коммент. Я вижу, галочка есть. Захожу и вижу то, что там капитан. А когда это было? Это было давно, это было прям, да. Я такой думаю, ни хера себе, ну красава, круто. И все, и думаю, ну раз так сложилось, то буду топить за Na'Vi. То есть просто, просто, просто после моего коммента? После твоего коммента я пошел, зашел, посмотрел, какая у вас... Кстати, напомните все, ребята, все, кто... Реально, реально. Да. Я зашел, посмотрел, кто у вас играет, посмотрел на как пуляет Симпл. Что еще, посмотрел ваш мерч, он мне тогда понравился, кстати. Ты, кстати, носишь нашу кофту, блин, это вообще респект. Паш, мне подогнал на Новый год Рики Ди кофту с Na'Vi. И я прям кайфанул, думаю, вообще зашибись, она клевая. Выложил без задней мысли, не знал, увидите вы или нет, и видишь, как все срослось. Поэтому все дело случая, нет, ну все трушное, все дело случая. На самом деле это история, дело случая, потому что, ну, многие, как бы, знают реально, я думаю, и которые следят. Ну, то же самое, как, там, не знаю, там, ты вот любишь... Я так понял, ты за футболом любишь следить, болеть, да. Вот, ну а вот здесь реально дело случая, прикольно. Но игры, есть у тебя такое, что ты, вот, там, не знаю, там, болеешь, топишь, нервничаешь такого? Да, сейчас, конечно. Да. То есть, а как ты не будешь топить, если ты, допустим, интересуешься командой? Я помню, я какой-то турнир смотрел в онлайне, когда вы играли, я не помню с кем, это был финал 100%, я сидел и переживал, потому что, ну, как бы, я знаю, что... Ну, короче, мы с тобой, это эпицентр был, да? Ну, короче, мы проиграли, скорее всего, потому что эпицентр мы проиграли. Да, мы сошли, да, мы проиграли, что вам. Ну, короче, и потихоньку вовлекают это меня, мне это интересно. А кто из твоих знакомых вообще есть, вот, ребята, которые, там, не знаю, известной личности, может, какие-то или просто, кто играет? Тоже, кто играет? Интересуются, нет, болеет, интересуются, кто знает, какие-то такие моменты. Смолов знает и интересует. По-моему, насколько я знаю, он болеет за Virtus.pro и прям про них постоянно говорит. Я знаю, что он, по-моему, с Молос Флейми общается, у нас игрок в команде, но он мне говорил не раз. Хорошо. Да, и он, причем, играет, как бы, топ, он скидывал фотку, мы с ним переписывались, что он глобал, там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!